Сегодня будем говорить, ну за основу проповеди возьмем эту историю двух братьев Каина и Абель, всем известные братья, всем известная история и вроде как простая, но сегодняшнего собрания нам не хватит для того, чтобы полностью зайти во все моменты этой истории и то, что там скрыто Но я постараюсь как-то, не знаю, я молюсь Богу, чтобы было доступно, ясно, быстро Поэтому сейчас я включусь и мы поедем Это не просто история о том, что один позавидовал другому и убил Я вот когда был таким младенцем во Христе, я помню ее тоже чуть-чуть проповедовал и рассказывал о зависти Но в этой истории гораздо глубже, гораздо больше смысла, смыслов, символов и вообще жизни И жизненной ситуации Ну не просто так, вы знаете Я, наверное, даже не буду сейчас тратить время для того, чтобы ее читать Мы, наверное, ее будем читать как бы вот там выборочно Например, какие-то места буду показывать Да, но все помнят Есть хоть один человек, кто не знает историю Каина и Абина Нет у них ни одного, да? Два брата В одно время они принесли Богу свои дары И написано, что на Абина и на дар его Бог призрел, а на Каина и на дар его он не призрел И Каин расстроился, пошел и убил брата Прежде этого Бог с ним разговаривал Вот И Абин погиб Каин получил проклятие в своей жизни Вот Какую-то отметину И потом Адам с Евой родили еще одного сына Знаете, как его зовут, нет? Сифа С которого уже вот род человеческий пошел А-а-а-а И вот первое, да Что можно сказать об этой истории Это то, что Вот как-то так получилось, что Ну тоже, опять же Откровения, лежащие на поверхности Этой истории Это то, что Авель стал овцеводом Каин стал земледельцем И они принесли от того, кто чем занимался, да? И вот у меня были такие вопросы Ну и почему, например, да? Мы можем сказать Вот те, кто уже понимают немного Библию Почему Бог принял дар Авеля Ну, одна из причин Потому что там была кровь Да? Потому что там действительно была жертва Там была вот эта овца Что есть про образ Чей? Иисуса Христа, да? Это правильное откровение? Правильное откровение Я считаю, что это правильное откровение Что вот Авель действительно Как бы попал в точку со своей жертвой Но Вот То, что Они же каждый принесли от того, чем занимались Правильно? И вот То, что он попал в точку Это что? Удача? Ну, а кто говорит Нет То, что это? Ну, он стал пастухом Ну, он просто стал пастухом ведь тоже, да? И он приносил от того, что было И это тоже, как бы Ну, можно сказать Что это просто вот Ну, он этим занимался Ему повезло стать пастухом Вот так Когда-то он сделал такой выбор Что он стал пастухом Ну, вот Такая логика просто человеческая Правильно? Ну, для меня, да Для меня вот Если поверхность насмотреть Такая первоначальная То есть, нет ему там В том никакой особо заслуги Он просто стал пастухом И просто принес из того, чем он занимался И За что же тогда у Каина не принимать А у Авеля принимать, да? То есть Ну, если мы честно Человечески будем подходить Мы тоже увидим некую Такую несправедливость Человеческую Что Ну, одному повезло стать пастухом Другому не повезло И он стал земледельцем, да? И вот Ну, и действительно это так Но если смотреть глубже И уже учиться тому Что пытается нам сказать Библия, да? И как говорит Библия Как говорит Писание, да? Мы увидим, что там очень много вещей Которые нам пытаются что-то сказать И Первое Это то, что Ну, вот На что можно обратить внимание Что Бог Давайте мы прочитаем Это С 3-го стиха Там есть это вот Да? Тука их, да? Можно уже там разбираться И мы сразу вот Бываем, что Каина сразу тоже опустили Он что-то там вот Лишь бы принести принес Да? Как бы формально Но Библия нам об этом не говорит Да? Так бы вот Что он чисто формальный Мы можем делать какие-то выводы Да? Сами, что он Что это жертва была формальной И частично они правильные Вот И Каин, да? Приносит свою овцу И от первородных написано Да? То есть И от тукой Да? И вот Первое, что я вижу В жертве Авеля Это от камень Основное, да? Наверное То, вокруг чего мы сегодня будем говорить Но первое, на что я хочу вас обратить внимание Что принимал Бог Еще раз Кто-то это замечает или нет? Что принял Бог И что Бог не принял Здесь написано И презрел Господь на что? Что написано? На Авеля И на дар его, да? Мы видим, что Бог посмотрел не на дар И на Авеля И не на дар Не принял И на Каина А он куда посмотрел? На Авеля И на дар его, да? Тут есть Первое место Правильно или нет? Тут есть Что-то на что Ну как бы Кто-то в первую очередь На кого посмотрел Бог Да? И вот это вот первое, на что мы должны вообще Обратить внимание Вот во всей этой истории Что Бог-то смотрит На человека Бог-то смотрит на сердце Да? И потом уже на то, что человек принес Аминь или не аминь? Это очень важно Ну как бы Именно это очень важно Что Бог смотрел сначала на человека Потом на дар То есть приложение к человеку было дар А не человек был приложением этого дара и этой жертвы Понимаете? То, что мы должны уже начинать вот выносить из этой истории Понимать, да? Что Бог интересует не то, что ты ему даешь и то, что ты ему приносишь А то, кто ты в первую очередь вообще Кто ты? Что ты? Как ты живешь? И вот И мы тогда идем даже выше еще, да? Что этих людей есть, оказывается, еще имена И, ну, у нас как бы вот по некой логике, да? По такой, что нам сначала дали имя и потом мы кем-то стали Но у Бога как бы в его плане имя дается уже как, ну, свидетельство того, кто ты Понимаете, да? Вот Эммануил, Бог с нами Иисус еще не сделал ничего Ему уже дано было имя Той функцией, что Кем он будет являться И вот Первое, что у них было, да? На что Бог как бы посмотрел, да? Это вот, да? На то Кем были эти люди по-настоящему, да? Кто был Каим? Каим был земледелец, да? И Авель был Овцом вот, да? Животного И Каин имя, кто знает, что значит? Ну, здесь написано, что Вот это вот имя Каин И тот глагол, из которого это имя произведено Это глагол приобретать И здесь так и написано, когда Ева родила Сначала родила Каина И сказала, приобрела я человека от Господа, да? И вот, ну, почему она приобрела, да? То есть, там была какая-то игра слов Вот это вот слово приобретать, да? Каин Уже в своем имени, да? И в своей сущности В своей сути он имеет вот это вот Приобретать, да? А Авель Что означает, кто не знает Дуть, дышать Да? То есть, и тут уже становится нам Более-менее все Ну, как бы, кто быстро мыслит, да? Духовными Какими-то символами Уже может сообразить Правильно или нет? Что Каин изначально был Поближе к земле Поближе к плоти Человек, живущий земными ценностями А какие у нас земные ценности? Они вот и есть вот в этом имени его Что делать? Приобретать Иисус говорит, что Не накапливайте себе сокровища на земле Да? Вот Иисус пришел И начал уже вот про это говорить Как бы открыто Но мы все люди земные И мы что делаем все равно? Все равно накапливаем Приобретаем И никуда как бы от этого Практически биться не можем А Авель Уже рождается, да? Вот с этим другим именем, да? Ему дает другое имя Дует дышать Здесь символика вся, да? Мы сегодня будем Ну, как бы, мы можем посмотреть На Каина и Авеля И как на людей Как на два вида людей Иногда Но больше всего Я хочу, чтобы мы смотрели На Каина и Авеля Которые живут оба внутри нас Знаете? Потому что Библия нам говорит Ну, не духовное сначала Но какое? Душевное И мы вот Хочешь не хочешь Как бы Мы все равно идем от того Что Мы душевными сначала рождаемся И для нас приобретать Это нормально Понимаете? Это нормально Все люди так живут Поэтому Да, когда я про это говорю Я не хотел бы Чтобы вы себя Слишком сильно там Судили Я бы хотел Чтобы вы себя Чуть-чуть судили Да? Потому что Слово Божье оно должно судить Потому что все мы Как бы вот Все равно люди плотские И мы рождаемся с этим С этой вот Нашей Нашим желанием Да? Нашей целью Вот этой приобретать Разбогатеть Приобрести Побольше чего-то Да? В этой жизни Машин, домов, одежды Всего Да? Ну вот Хочется Есть у нас тяга приобретать Правильно или нет? Правильно? Правильно? Все мы хотим приобретать Но принимается кто? Принимается Алик Принимается духовный человек Да? И вот здесь Тут уже идет Да? Вот это вот Разделение вообще Да? Смысла нашей жизни Мы кем хотим остаться В этой жизни? Просто Каином? Просто Вот этим человеком Земли Только думающим о земном Только о том Чтобы приобрести Только о том Чтобы Вот на этой жизни В этой жизни Пожить И вот Получить эти удовольствия От приобретения Или есть что-то другое И вот Библия говорит Что это другое есть Иисус говорит Накапливайте себе Сокровища На небесах И вот Один из видов сокровища Для меня Является Да? Это откровение Это откровение То есть Вот что такое есть Небесные сокровища Это именно Вот Божественные Настоящие Живые Откровения Да? Помните Вот был ковчег Откровения Он как был сделан Как Шкатулка Да? И это как бы Говорит о чем Что обычно В шкатулочках Лежит у нас Где у нас Сокровище Лежит Да? У нас автоматически Бог заложил это все В символах То что вот В каком-то В каком-то ланце В каком-то В каком-то Ланце Да? Он будет На небе И вот То что в ковчеге Да? То что там открывается То что там видишь Ты не можешь это даже забрать Правильно или нет? То есть как бы Если сокровище Можешь достать Забрать Как-то его на деньги Деньги поменять Деньги поменять На Приобретать Что-нибудь Вот То вот эти небесные сокровищ Ты не можешь как бы Их забрать Даже Иисус как бы сказал Да? Царство сокровища Открытому на поле Человек найдя Утаил Пошел продал все И купил поле Не выкопал клапан Правильно или нет? То есть вот да Иисус заранее нам заложил Такое что Ну как бы Духовные сокровища Они требуют Вложения Твоего Они требуют Твоего времени Они требуют Посвящения Они требуют всего Но они Настоящие истинные сокровища Аминь или нет? Вот Поэтому понимаете Вот изначально Бог нам закладывает Вот в этих двух Людях Да? Сразу Да? Показывает Два направления Два пути Которые есть у человека в жизни Есть они у каждого человека И Тебе придется делать выбор Поэтому Это история о том что Ну вот Слыша это Ты захочешь делать правильный выбор Или нет? Потому что правильный выбор Только один Это вот Духовные сокровища Понимаете? Вот как бы Каин не старался Живущий по плоти Богу угодить Не могут Не могут Живущие по плоти Угодить Богу Богу можно угодить Только Жизнью по духу Аминь И Знаете вот Я вижу Я вижу здесь вот Вот эти вот Вещи Которые цепляются Друг за другом Будем о Каине говорить? Нет? По поводу приобретатель Ведь у меня так лезет Знаете Такая вещь Которая сделает Многим людям Неприятным И которая Она Мною Как бы до конца Знаете вот Я не могу говорить Что я могу об этом говорить Уверенно Но я как бы Знаете получил это Внутреннее такое Откровение И хочу так немного Похулиганить С вами Поделиться Поэтому Я сейчас Вам Как бы вот такое Обезболивающее Даю Но У меня Постила Такая мысль Она такая Достаточно жесткая Что Является Таким Достаточно Серьезным Врагом Сегодняшних Христиан И Многие Люди против этого Конечно Противостанут И даже Я Поделился С этим С человеком И у нас Там Был Серьезный Разговор Это Трудно Принять Ну На мой взгляд Это Знаете Что является От Чего Нужно Освободиться Некоторым людям В своей жизни Отдачи 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 Да Вот Как-то у меня так пришло Прямо именно конкретно Что Что такое Дача Это Кусок земли Который Забирает твое время В первую очередь Отдачи Вот Я не говорю Чтобы вы буквально Это сейчас приняли Да Но Чтобы Вот Вы услышали Просто что я хочу сказать Потому что Ну буквально Я не хочу чтобы буквально приняли И Мучились Или наоборот Как-то На меня Злились Или Ну я просто хочу Суть до вас донести Что Что такое Дача Это вот Кусок земли Который Забирает твое время Да Который Отдыхать Внуков возить Детей Туда-сюда Да Вот Но ты Как бы Знаете Вместо того чтобы Быть больше Вкладываем там В Царство Божье Да Ну и Сразу возникну Ну как А что конкретно делать Я не знаю что конкретно делать Да Продай дачу сначала Потом посмотришь Вот Ну У меня даже такое вот было Думаю Христиане Жаждущие Любящие Иисуса И имеющие дачи Вот Если бы они Взяли Забрались Продали бы свои дачи Сложились бы Какие бы они служения Смогли бы сделать Да Вот Это просто моя такая вот Знаете вот Я понимаю что этого не будет Да Сейчас во всяком случае И я вообще не к тому чтобы это было Я хотел бы чтобы просто вот Мы увидели что такое Каин Мы увидели что такое человек земной Что Вот ну Есть вещи какие то Да Вот ты приобрел Ну которые тебя просто вот Ну останавливают Или тормозят У меня вот есть родственник Которого я увидел как дача Она остановила его жизнь Его развитие Он будучи еще молодым Успешным Таким энергичным Приобрел хорошую дачу На берегу реки Сделал из нее красивейшее место С газоном и совсем Несколько лет Несколько лет Или много Какое то количество лет Он хвалился Всем знакомым Какая у него дача Приводил туда Всем нравилась Его дача И он нравился себе Потому что у него есть такая дача Потом как то вот это все Оно уже успокоилось Но я увидел как именно Эта дача остановила этого человека В его жизни Что он вот Как бы вот Обрадовался что он приобрел Он получил Его жизнь У него такая дача У него вот так Которой нет ни у кого И Понятно и все И вот Оно мышление Как то И после этого Знаете Я видел как этот человек Пытался Ну как бы вот Все уже прошло Уже много лет Дача и дача есть Она и есть И он Потом понял что Что то жизнь Ну там уходит Надо как то вот там В работе Бизнес был Один Который он был Похоронен там Определенными обстоятельствами Временем там И так далее И вот Пришло Как бы Время нужно было что то новое Нужно было как то вот Попытаться Реализовывать себя Жить там И Он потерял эту скорость Но это мое мнение Я Никто чтобы как бы Судить Но я вижу Я видел как бы Вот этого человека Который потерял уверенность Потерял энергию Потерял Вот это вот Желание Добиваться Да Как то реализовывать себя В жизни И вот И опять же Наличие дачи Она все таки Говорила Не переживай У тебя есть Вот И Дачи уже есть И тогда вот Есть где отдохнуть, есть где утешиться, есть где провести время, есть чем похвастаться чуть-чуть, потому что даже у других, у которых может быть даже больше денег и реализации, у них такой дачи нет, потому что уже на берегу не купишь. И я говорил этому человеку, продай дачу. Ну я видел, как он мучается от депрессии, не знает, что делать, куда вкладывать, что делать. Ему это было очень больно слушать, его жене это вообще невыносимо слушать. И все, я вынужден просто на это смотреть, как этот человек, еще будучи молодым, стал пенсионером. Стал пенсионером. Знаете, поэтому дачу дел пенсионер. И мы туда быстрее стремимся, на эту пенсию. Но многие из нас еще ничего не сделали, ничего не сказали, не послужили, не развились там, да, и так далее. И вот, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Я хочу сказать о духовных вещах, о духовных ценностях и о том, что нас останавливает, о том, что нас тормозит, о том, что нас к себе привязывает. И вот земля, земное, приобретение, вот чего-либо, оно нас к себе привязывает, да? Как из этого выйти, как из этого избавиться, да? Нужно ли сразу бежать в дачу, продавать, я уверен, что нет. В первую очередь, нужно просто устремить свой взор на духовные вещи, да? Вот, ну, понять, что духовные вещи, они важнее, они главнее, они требуют время, они требуют усилия, они требуют посвящения там и так далее. И здесь вот я плавно перехожу уже в Авеля. Ну, ладно, вы меня за дачу простите, нет? Вот, я, это просто вот моя мысль. Если я имею право стоять здесь и сказать там, да, про такие вещи, как дача, ну, значит, имею. Если слишком как-то вот перегнул, то простите, ну, скрывать это как бы вот не хочется. Я вот это получил и все, и вижу, что это. Что с этим делать, тоже не знаю. И говорю, нет иногда смысла, если один человек включится. Есть всегда смысл, когда включаются уже, ну, люди в атмосфере. И если мы посмотрим, то в деяниях апостолов как раз именно это и было. Что там люди стали делать? Они стали продавать свои имения, стали приходить, и вот там шло. Но там была целая атмосфера, был целый вот этот вот замес, церковь была живой, Бог двигался и так далее, да. И их это захватывало, это было ихнее желание, ихнее решение там и так далее. У меня нисколько нет вот этого вот желания там людей раньше времени там побудить к чему-то, да, потому что это уже будет сектанство там, которые, да, все боятся, что ты ходишь в сектор, там, квартиру тебя не отожмут, да. И все вот это вот уже заранее боятся, что вот в таких сектах там как-то отжимают квартиру. Вот. Я вообще не об этом. Я просто о том, что такое как бы Каин, что такое Авик, да, вот, чтобы ты задумался просто, ну неужели ты пришел на эту землю просто, чтобы вот так вот прожить, приобрести и просидеть как бы на этом, охраняя это все, гордясь тем, что ты приобрел там, да, и так далее. Неужели это все? Вот, потому что именно, ну, как бы, ну, у Бога есть духовный смысл, да, духовные откровения, в первую очередь, вот, за которыми стоит пойти. И теперь я перейду в Авеля и вот процесс его получения его им, вот этого откровения, как он принес жертву, что, что я увидел, что вот именно из-за того, что Авель, да, стал пастухом, и что такое пастух, да, это вообще-то, ну, как бы, пастух по Библии, это служитель, это не только пастух, это символ служения другим. И если вы посмотрите, Бог все время через это говорит, ну, как бы вот все практически Божьи люди, многие сильные, да, Моисей, Давид, Авраам, Иак, Исаак, да, все были пастухами, да, и вот Бог, и даже Иисус про себя говорил, что я пастор добрый, да, Петр потом говорит, я сапастор, там, и так далее, но в целом, да, что такое пастух, это служитель, да, это человек, занимающийся служением, это человек, служащий другим, заботящийся о других, вот, вот что значит служить, о более слабых, да, о более, вот, кому нужна твоя помощь. И я хочу сказать здесь то, что настоящее откровение, оно рождается из служения. Настоящее откровение, которое будет принято Богом, да, вот, что мы здесь видим, Авель был принят Богом, его жизнь была принята Богом, благословлена, и благодаря тому, что он принес правильную жертву, но правильную жертву он принес благодаря откровению, определенному, но откровение он смог получить только в процессе служения. И правильное откровение, и правильное сердце, вот, что тут, как бы, одно из другого рождается. Вот, когда-то Бог меня вырвал, вот, с этого права, да, когда я был, потреблял наркотики, был молодой человек, и отправил в центр, и я стал там узнавать его слово, но центр был устроен по типу того, что получил, отдай другим, да, то есть, как бы, ты сначала получаешь-получаешь от тех, которые перед тобой, а потом обязательно начинаешь служить тем, которые за тобой. То есть, да, вот так построена система центра христианского была. Сейчас я так, может быть, больше ребятам говорю, но люди с этой, ну, я думаю, что здесь принципы очень похожие, да, по тому, как вообще Бог задумал, да, чтобы мы преображались с вами. Из чего получается наше становление, откуда берется наше правильное откровение вообще, что оно обязательно берется из определенной практики, практики служения, что нельзя получить откровение, которое будет угождать Богу без практики служения, потому что вот эти вещи взаимосвязаны, и Бог как раз вот через Авеля, пастуха, Он нам это показывает, да, потому что мы видим это на примере Давида, да, мы видим это на примере Моисея очень сильно. Моисей, который был сыном дочери фараона, и тут он изъявляет желание служить Богу. Но что у него получается? Он смог убить одного египтянина и попытаться примирить братьев, и ему сказали, ты кто такой, чтобы нам что-то говорить, кто тебя поставил, да. Мы видим, что из одного желания, да, что-то сделать, у него ничего не получается. Что происходит с ним? Ну, как бы он убегает, и он 40 лет пасет овец, и причем овец не своих, да. И вот я тоже этот момент такой заметил, что в основном все вот как бы пастухи, они пасли не своих овец. Иаков, Моисей, Давид, да, они перед кем-то за них отвечали, и Иисус Петру говорит, что паси овец моих, да, то есть не твои овцы, мои овцы, да. И вот, ну, вот именно вот это Бог нас хочет в нас заложить, чем является церковь вообще. Церковь является некой школой, да, неким тренировочной такой базой, может быть, да, по становлению служителей. Что больше, ну, как бы, в церкви, по сути, нечего делать, да, кроме как служить другим. Да, Павел говорит, служите каждой тем даром, который имеете друг другу. И, ну, как бы, истинная суть заключается, мы не можем ее обойти, мы не можем христианскую жизнь наполнить чем-то другим, чем Бог ее, ну, как бы, не определял ей быть. Чтобы Бог определил быть церкви, да, устроенной таким образом, чтобы люди там, внутри церкви, они служили, они развивались, они служили тем, кому это, ну, как бы, нужно. Всегда есть какие-то новенькие, всегда есть какие-то люди, которым хуже, чем тебе, которым нужно послужить, за которых стоит побороться, за которых нужно помолиться и так далее. И таким образом твоя жизнь становится угодной Богу. И только таким образом. Понимаете, вот меня Бог так привел, в такое место посадил и сделал меня там именно служителем. Я просто сейчас вот там ребятам говорю, которые как раз вот мы выходили, мы за вас молились, и это то, что я постоянно пытаюсь сказать, и то, что я вижу у многих людей, почему они все время падают, почему у них все время проблемы. Потому что они другим не хотят служить. Потому что они вообще как бы служить не хотят. Они хотят только себе, мне, приобретать и так далее. Но это не тот путь. Это не принимается Богом. Не можете придумать другой путь, который будет благословлен Богом. Если ты не будешь с Богом, если Богом не будешь благословлен, будут проблемы. Как у Каина. Грех лежит у дверей твоих. И там даже, кстати, вот у Каина тоже определенная вещь такая. Бог дает нам вот эту подсказку, когда с ним разговаривает. Он говорит, если не делаешь, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица своего. А если не делаешь добра, то у дверей грех лежит. Вот почему часто с людьми происходит то, что с ним происходит. Одно и то же. Потому что, ну как бы, хождение перед Богом, оно не только в том, чтобы не делать греха. Оно в том, чтобы делать добро. Оно в том, чтобы быть активным в сторону добра, чтобы искать этого. Да, Библия нам сказала, я в прошлый раз цитировал этот стих тоже, что всякий, знающий, да, но как бы видящий, доброе и не делающий, что тому грех. Если видишь, как сделать доброе и не делаешь грех, вот таким образом Бог говорит. Поэтому Бог Каину говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, то не хорошо ли ты себя чувствуешь, то неуверенно, то ты себя чувствуешь уверенно и у тебя все нормально, тебя ничего не мучает. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. И вот Бог, Он хочет нас научить. Хочет нам показать вот эти принципы, что это тебе надо. Ему служить и служить ближнему. И вот, ну, знаете, я вот увидел, что Бог мою жизнь, в принципе, Он поднял. Достаточно сильно. И как бы было много вещей, которыми дал мне наслаждаться, да, дал мне наслаждаться жизнью. И, ну, прежде всего этого, я действительно, Он меня сделал служителем. Он меня сделал человеком, переживающим за других людей. И вот там, находясь в РЭТУ, там, последние, там, ну, когда уже был таким ответственным, пять или шесть лет, сколько я раз разговаривал с ребятами, убеждал их, там, да, не делать глупостей, там, да, там, нюхать. Я по-настоящему за них боролся. Молился, дрался, переживал, что только не делал. И я был весь в этом полностью. Я делал это искренне. Я этим жил. Меня не интересовало столько вот, сколько моё и мне, сколько действительно меня интересовало, что происходит там у этого человека и как ему помочь, и что я могу для этого сделать, какие слова я могу найти, как я могу с вами помояться. И я просто этим процессом всем жил, 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 жил. И до сих пор приходится как бы жить и жить. Иногда спулишь как бы от этого, да, Бог, ничего не происходит, вот они не меняются, там, и так далее. Но, знаете, не так важно, что с ними даже происходит. Очень важно, что со мной происходит. Потому что это мне надо, это мне надо быть служителем. Понимаете или нет? Апостол Павел тоже, ну, его много били, топили, еще что-то делали, и он поднимал церковь, и потом в этих церквях его же и не принимали, его критиковали, про него забывали, что это он ее открыл. И так далее. Но он что, перестал быть апостолом Павлом из-за этого? Не перестал. Он не перестал быть служителем. Его слово не перестало иметь вес. Бог поставил печать на всем том, что он говорил. Понимаете? И, ну, как бы, нам не так важно, что вот ты сразу получаешь от этого. Очень важно это понять. И я просто вот, ну, ребят хочу направить, ну, и я, ну, как бы, сейчас моментом я начинаю видеть, что даже вот там, и мне это нравится, что человек там, он еще сам недавно упал, но там другой стремится к этому, и он начинает за него бороться в этой ситуации. И там говорит, я тебя одного не отпущу, мы с вами поедем вместе. Ну, в хорошем плане, да. Я просто вот хочу ребятам вот вам передать, что это ваше время, это ваш, как бы, центр, и вот ваше время вот становления вот этого духовного человека. Потому что духовный, настоящий человек, может быть, вот, вот, получить это становление только в служении. Все, никак по-другому ты обойти это не можешь. Поэтому, вот, и люди, кто, да, с левой части у нас в церкви, да, что, я не знаю как, я не знаю, где мы должны идти, найти служение, да, но, и там я некоторым людям тоже, как бы, говорит, ну, а как, ну, я не знаю, я вот не вижу, ну, у нас такое есть ощущение, что служит там только пастор, там, может быть, группа прославий и так далее. Да нет, вот, ну, служение, это, вот, как мы служим другим. Есть у нас хоть один человек, за которым мы переживаем, которого мы, может быть, там, ведем, молимся за него, боремся за него, воюем за него. Если ты за одного воюешь, Бог тебе даст другого, чтобы ты воевал еще за двоих, там, и за троих, и так далее. Вот. Давид, как стал царем? За него помолился пророк Самуил, и его послали опять пасти овец. Его послали опять, ну, как бы, он пошел пасти овец, но уже вот с этим откровением, того, что он царь, да, и в принципе, вот с нами то же самое происходит. Мы получаем пророчество, мы получаем, что мы во Христе кто-то, да, и нам тоже во Христе сказано, что вы цари и священники. Вы вот эти вот люди будущего века, которые будете вот делать какие-то вещи, да, Бог будет через вас делать какие-то вещи, но вы, ну, вы к этому еще должны созреть, вы к этому должны прийти, вы должны развить свой дар. И вот церковь является вот этой площадкой для развития своего дара. Ну, и там вот, опять же, про меня, да, то есть, как я начал получать свои откровения. Вот из-за этого, из-за переживаний борьбы за других людей, из-за того, что я начал использовать Писание и то, что оно говорит для убеждения людей, да, и вот объяснением какого-то смысла, который они не могут понять, и из-за этого рождались какие-то определенные откровения, которые меня кормили, которые были приняты Богом и потом, как бы, приняты другими людьми. То есть, вот он, этот вот процесс. Мы должны вариться в этом. Мы должны вариться в этом. Поэтому я призываю людей желать проповедовать, учиться проповедовать. И это уже тоже доказанный факт. Это говорят об этом многие служители, и великие, и проповедники, которые говорят, что, ну, я по-настоящему начал понимать Библию и Слово, когда начал проповедовать. И это вот так работает. Это не то, чтобы, ну, я буду проповедовать тогда, когда все пойму. Никогда не будешь проповедовать. Вот. Поэтому, ну, как бы, мы, вот, я попал в эту атмосферу, вот этой церкви, где все хотели проповедовать. Соответственно, я тоже хотел проповедовать, и как меня не трясло там от того, что я... Мне же дискомфортно сначала, когда ты говоришь. Тебя тут слушают. Ты такой сказал, я сказал, подумал, ну, да, ну, понимаете, да, что такое иногда говорить. Но потом спадают все эти цепи, откровения становятся сильнее, как бы, ты чувствуешь Бога, ты чувствуешь присутствие Божье, ты чувствуешь этот вкус, когда течет откровение, когда сердце горит. И это классно. Понимаете, вот, ну, вот к этому Бог призывает нас жить. Вот кем нас Бог хочет видеть, да, чтобы мы боролись за других, служили, понимали это, искали этого. И вот, ну, как бы, вот всем нравится вот этот пример Давида, который побеждает Голиафа. И ты знаешь, ты никогда не победишь Голиафа, не будучи вот сначала побеждая Льва и Медведя, как Давид. Да, вот мне нравится вот этот вот принцип, как Давид вышел вот, да, на другой уровень, на другую арену со своим откровением. Потому что я, ну, как бы, верю, что Давид победил Голиафа откровением. Да, вот этой вот прощой, в этой простоте, духом, да, который внутри него был, он применил какую-то определенную вещь, которую не применяли раньше, да, он применил вот эту вот прощу, рогатку, которую отгоняли и били там животных вот этих, да, которых он, льва и медведя, он догонял, кидался в них камнями, кричал, выводил их из себя, потом убивал и забирал овцу. Он взял вот этот принцип, применил на Голиафе. Почему он смог это применить? Потому что вот он вышел вот из этой атмосферы служения, вот он служил, служил там своим овцам, да, жил, был там царем, охранял их, да, сделал вот это вот дело успешным и потом вот он вот в этом внутреннем своем состоянии он попадает в ту другую атмосферу, где уже совсем другой уровень событий, но суть от этого не изменилась. Все в страхе, а у Давида что? А Давид полон внутреннего вот этого служения другим, понимаете? И он как бы вот с этим вот своим мышлением и откровением врывается просто, знаете, вот это план Божий, это то, что Бог хочет, чтобы сделала церковь здесь на земле, да? Вот все люди, они там живут в страхе, в чем-то там и так далее. И церковь должна вот внутри себя накопить вот эту атмосферу такую, да? Чтобы вот с этим вот откровением потом Бог взял и он вот выпускает тебя на уже общую арену жизни и ты всего лишь делаешь то, что ты всегда делал. Понимаете? То есть Давид он, ну понимаете про что говорю или нет, да? Что хочет с нами сделать Бог? Он нас хочет вот научить служить внутри для того, чтобы однажды начать влиять, да? И начать уже какие-то более глобальные проблемы решать, побеждать и побеждать это вот в такой легкости и простоте. Поэтому вот, ну, основные такие вещи, да, которые вот я из Каина и Авеля хотел достать именно вот с вами как в церкови разговаривать, то что можно разные акценты сделать в этой проповеди, но вот один это имя Каина, приобретать, да, что мы хотим, а другое это имя Авеля дуть, дышать и то, что он был служителем, да? Чтобы мы, ну, действительно вот хотели быть служителями. Давайте мы прочитаем об этом стихи. Ефесянам, 4 глава. 4 глава, с 11 стиха. Для чего церковь и что мы должны представлять, да, к чему стремиться? С 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христа. Да? К совершению святых на дело служения. Вот, ну, на этом хотелось сделать акцент, да? То есть для чего все это устройство церкви, вот для чего мы проповедуем, что мы пытаемся сделать, там, и так далее. Вот для того, чтобы внутри церкви совершались святые для служения, да? Для того, чтобы люди, как бы, вот поняли, что служение Богу и служение ближнему это то, что хочет Бог. И не просто вот он хочет лишь бы с тобой попользоваться, потому что это нужно тебе. Потому что твоя задача на этой земле – это развиться. Это вот использовать весь тот потенциал, который у тебя есть, изначально заложен. Дары и вообще кто ты? Кто ты в Боге? Понимаешь, кто ты вот в самом своем лучшем варианте? Вот что хочет Бог. Он хочет, чтобы ты развился. И вот это прискорбно пройти мимо этого, да? Подумать, что эта жизнь, она нужна только для того, чтобы приобрести. Для того, чтобы накопить. Она не для этого. Потому что ты это не унесешь с собой. А вот то, кем ты станешь, ты сможешь унести с собой. Вот это внутреннее сокровище, внутреннее откровение и те дела, которые ты сделаешь для Бога, чтобы он, ну, как бы, тебя использовал. Потому что он не будет посылать неподготовленных, да? И мы иногда, ну, как бы, говорим, Бог, ну, вот что-то ничего не происходит, ты меня не используешь и так далее. А ты не готов. В тебе внутри нет вот этой атмосферы. Вот Давид был готов. Понимаете? Вот он пропитался в этой атмосфере, когда пас овец и когда охранял там от льва и медведя, да? Когда вот он, он просто вот был пропитан этой атмосферой служения внутри себя. И попав в другую атмосферу, Бог взял его и использовал. Вот в этой простоте и легкости. Он не был скован. Он пустил этот камень, как обычно он это делал. И попал в лоб этому Голиафу, да? И он вызвался, и он не повелся на то, что религия его пыталась одеть в свои доспехи. Понимаете или нет? Потому что враг не только Давид. Враг часто религия, которая пытается тебя одеть в какие-то вещи, в которых тебе неудобно двигаться, в которых Божье откровение не работает и не действует. Аминь. Божье откровение, оно действует, когда ты по-настоящему служишь искренне, от всего сердца. И тогда Бог тебе открывает вот эти вот моменты. Что приносит результат, что приносит успех. Вот. Ну и давайте пойдем дальше, наверное, к самому у нас причастие, да? И вот ты уже хотел говорить про жертву. Что же является вот этой жертвой, да? Потому что мы сейчас разобрали именно личность Авеля. Да? Я еще раз хочу сказать, да? Именно к тому, что Бог принял. Бог принял Авеля и его жертву. А Каина и его жертву отверг, да? Что первичен вообще ты сам. Кто ты? Твое сердце. Давайте я еще такой, ну тут совет сначала, потому что я бы хотел уже когда мы будем говорить о жертве, перейти в причастие, да? Для того, чтобы это пережить нам. Что же является вот этой единственной жертвой, которая принимается. Но до этого я чуть-чуть один странный стих вам покажу. И это вам должно помочь, потому что мне это помогает. У меня даже проповедь есть такая, пусть говорит Амин. И я эту проповедь хотел тоже назвать как бы по-другому. У меня был такой вариант, потому что проповедь почти такая, хотя она вот сейчас, вот в этом акценте она вообще не обойдет. И тут есть очень важный такой момент. Восьмой стих. Четвертая глава, Бытие, восьмой стих. И сказал Каин, Авелю, брату своему. Точка. Как вам такой стих? И сказал... Вас все устраивает в этом стихе или нет? Вот в этом вот выражении. И сказал Каин брату своему Павелу. Мне что-то не хватает. Что не хватает? А, ну вот, да, правильно? Ну, как-то вот обычно, когда кто-то говорит и сказал кто-то, да, хочется сказать, что сказал он. Да или нет? Ну, что сказал-то как-то вот стих как-то не полностью написан. Мне даже сначала казалось, что это опечатка. Просто вот взяли точку поставили, забыли дописать там что-то. Там, например, и сказал Каин брату своему Авелю, пойдем на поле. Да? Ну, там нету этого, да? Мы просто видим, что Каин что-то сказал своему брату Авелю. И вот, ну, я считаю, что в Библии она такая вот уникальная книга. Я смотрел, и действительно этот стих он так во всех переводах. То есть, как бы вот и сказал Каин брату своему Авелю. И вот я говорю, что у меня была проповедь тоже о Каине и Авели. Я ее назвал «Пусть говорит Авель». Когда я думал об этой проповеди, я хотел сказать пожестче. Я думаю, скажу-ка я пожестче, потому что, может быть, ну, не услышу то, что я хотел сказать. Пожестче можно, так сказать, закрой рот Каину. Вот. Ну, я понял, что это не очень хорошо так на проповеди. И вообще не на этом хотел акцент ставить. Но вот через это я хочу вам кое-что сказать тоже. Почему Каин что-то говорит Авелю? Скажите. Какое право Каин имеет говорить что-то в жизнь Авеля? И вообще имеет ли Каин право что-либо говорить о Авеле или нет? Я считаю, что нет. Потому что кто должен говорить? Тот, на ком Божье благоволение. Правильно? Однажды Петру, однажды Петр, он был на этой святой горе. Помните, когда Иисус преобразился, они увидели Моисея и Илью, и Петр начал говорить «Давай мы построим три куща, одну Моисею, одну Илью, одну тебе». И был голос сверху. Помните, что он сказал? «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Да? И там еще так было написано, что Петр не понимая, говорил, не понимая, что говорить вообще. И вот иногда мы не понимаем, что говорим. Вот этот вот Каин тоже, ну что он мог сказать Авелю? Знаете, вот если бы Каин спросил Авеля, сказал, «Слушай, Авеля, расскажи мне, в чем принцип того, что Бог презрел на тебя, а на меня не презрел?» И может быть, Авель бы ему рассказал, правильно или нет? И поэтому, ну вот, Авель и его жертва – это прообраз Иисуса Христа, и мы его должны слушать. И поэтому голос вот на этой святой горе, он сказал Петру, «Его, слушайте!» Хватит придумывать. Да? Он решил там три кущи построить. Он решил всех уравнять. Моисей великий, Илья великий, ты великий тоже. И вот сейчас мы три. Он говорит, нет, слушайте только моего Сына. Слушайте только Иисуса Христа. И вот, ну, и вот это вот то, что я пытаюсь сказать. Потому что часто вот этот вот плотской человек хочет говорить. Он хочет нам рассказать. Это касается иногда даже отношений между людьми, да, что иногда в твою жизнь, и ты должен, ну, это четко понимать, иногда твою жизнь действительно пытается говорить каим. То есть пытаются говорить люди, которые внутри, они завидуют тебе, да, где-то. И пытаются вот что-то тебе сказать на основании того представления о тебе, и они хотят тебе что-то сказать. И вообще, ну, как бы, здесь вот этот вот стих, «И сказал Каин брату своему Авелю, да? И сказал Каин Авелю брату своему, точкой. Когда они были в поле, восстал Каин на Авеля брата своего и убил его». Да? Помните, Иисус, он нам в Новом Завете, в Нагорной проповеди говорит, что в Ветхом Завете сказано «Не убей», а я вам что говорю? Всякий гневающийся на брата своего, да, всякий говорящий брату своему дурак или рака, да, убийца. Да? И вот, ну, и вы уже поняли, да, наверное, к чему я веду, что Библия, она нам часто говорит, что вот мы часто убиваем словами. Мы иногда, когда говорим «Из Каина», «Из земного», «Из душевного», «Другому человеку» или «Внутри себя», мы можем говорить «Сомнения какие-то», «Еще что-то сеять», но мы вот сеем, мы можем убивать, убивать своими словами, убивать веру, убивать потенциал, убивать, и мы должны быть осторожными, чтобы не быть вот этим Каином, который говорит. А Авель, ну вот мое откровение такое внутреннее, ну вот сейчас то, что мы видим, должен быть и простодушным, и мудрым, как змеи, то, что говорит Иисус, да? «Будьте мудры, будьте простодушны, как голуби, но мудры, как змеи», да? То есть, ну, мы должны вот, глядя на эту историю, понять, что не все, что нам говорят, да, может быть, даже люди, да, какие-то даже христиане, мы должны это различать, из какого духа нам говорится, да, что-то, что-то как бы переживали, да? Ну, Каин, Авель не должен себя позволить убить. Понимаете? Вот мы через эту историю Авеля должны научиться, что Каин, он хочет убить Авеля, но Авель, он может защищаться. Он может защищаться благодаря тому, что у нас уже есть концовка этой истории, что мотив Каина это убить. И там, да, тоже такой вот момент, опять же, тоже прообраз, и когда они были в поле, восставил Каин на Авеля, где они были? В поле, поле это символ чего? Чья территория поля? Каина, да? То есть, ну, мы видим, что, как бы, Каин, он завел Авеля на свою территорию, да, на поле. Он был земледелец, и он каким-то образом у него, потому что он ему там что-то начал говорить, он говорил о его жизни, и в итоге он его был, да. То есть, мы не должны позволять стаскивать себя на уровень плоти, да, на уровень вот Каина и вот этого мышления плотского, да, для того, чтобы, потому что вот желание Каина это уничтожить Авеля, да, всякие рожденные по плоти будут гнать рожденного по духу. Поэтому, что Аврааму было сказано, изгони рабыню и сына его. Все, вот, вот опять же, те же принципы, те же, ну, как бы, моменты. Вот, и он его убил, потому что говорил в его жизни что-то. И теперь давайте уже посмотрим на жертву, которая была принята Богом, да, в которой действительно было, что откровение, да, и мы уже посмотрели, что откровение, то, что я хотел передать, откровение не рождается на пустом месте. Откровение будет настоящее, которое будет работать и принято Богом, оно будет рождено из служения. Вот, из твоей вот этой жизни, из твоей именно практики твоей жизни, а не просто, знаете, как люди провозглашают, вот, ну, мы можем провозглашать про Христа, про Его кровь, да, но если мы этим сами не живем, если мы не воюем за других людей или, как бы, за себя и не практикуем, то это не будет работать, понимаете? Это не будет наполнено теми чувствами, которыми это должно быть наполнено. Потому что настоящая жертва, которая принимается Богом, она должна быть наполнена определенными чувствами. Потому что, да, Бог куда посмотрел? На Авеля и на дар его. Он посмотрел в его сердце. И вот, что Богом принимается, да? Одна жертва всего лишь – Иисус Христос. Все, весь мир был создан вот ради этого, да, Бог. Написано, что Бог это все изначально положил агнец, агнец закланный до создания мира. Все. В Божьем плане это было всегда, до создания мира. Он уже, как бы, готовился к тому, что мир будет восхищаться его божественной любовью, которая открывается вот в этой жертве, да? И мы сквозь всю Библию видим к этому привязки. Мы видим вот этого Авеля, приносящего вот эту овцу свою, да? Мы видим Авраама, приносящего своего сына, скорбящего отца, который идет на эту жертву, да? И вот, ну, мы везде, мы видим Исаака, дрожащего, да, осознающего, что его сейчас будут приносить жертвы. И в итоге мы все с вами уже знаем, что сделал Иисус Христос, да, который вот я хотел это прочитать. Евреям, пятая глава. Седьмого стиха. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями, навык послушания и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечно. Быв наречен от Бога превосвященником, почином Милхиседек. Аминь. Да, и вот писание здесь говорит, что он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушания, да? И вот, да, вот это вот именно жертва, да, единственная жертва, именно вот принятие именно этой жертвы, именно размышления именно об Иисусе Христе принимается Богом. Потому что, вот, ну, если взять того же Авеля, например, что переживал Авель? Потому что для меня очень важно, я так понимаю, для Бога очень важно наше сердце, что мы при этом чувствуем? Потому что Бог однажды сказал, да, плата за грех – смерть. Без пролития крови не бывает прощения греха, да? И что сделали люди, вот, на своем бытовом уровне, что сделала религия, например, да, мы видим вот в храме, что произошло, были даны правильные жертвы, что люди должны были приносить жертвы животных, голубей, там, овец, тельцов. Но что происходит в храме, когда Иисус приходит туда с хлыстом, разгоняет? Помните или нет? Кого он разгоняет, Артуре? Он разгоняет тех, кто держит эти жертвы, продающих овец, голубей и так далее, и меняющих деньги. Вот там вот, четыре людей. Эти люди нужны? Нужны. Ну, они нужны, они для того, чтобы, ну, человеку принести жертву. Правильно или нет? И, ну, все было так сделано, вот, что делает человеческий, как бы, мозг, человеческое сознание, извращение, что делает религия, да? То есть они превратили вот это служение Богу, вот этот смысл жертвы, вот это размышление над жертвой, на то, что требуется смерть для того, чтобы был вращен грех, да? Человек должен, по идее, принося жертву, размышлять о жертве, о смерти, о том, что эта жертва сейчас умирает за него, за его грехи. И вот Авель, принося вот эту овечку свою сам, перерезая ей горло, то есть перерезал горло какому-нибудь животному. Я как-то хотел убить свинью, вот там, ребята убивали, но что-то вот не смог, в какой-то последний момент как-то думаю, ладно, не буду. Просто хотел попрактиковать, но я уже до того, как практиковать, уже понимал, что я буду чувствовать. Что я сделаю очень сильную боль этому, как бы, животному, и оно какое-то время будет биться в конвульсиях, и я буду это ощущать и переживать. Понимаете? И я потом еще какое-то время, а, ну я вот однажды это, мышку убил. И, ну, все мы там убивали, но просто вот шел как-то там по территории, я помню, в сланцах, и тут мышка, ну мыши, мыши, они гады, мы их вот там травим, они там у нас что-то там едят наши продукты, мы ставим мышеловки, там мы их как бы не жалеем, мыши и мыши. А тут вот она бегала, и я давай ее пытаться задавить. И она так долго тут перепрыгивала, перепрыгивала, я так увлекся, как вот спортом просто каким-то уже. И потом раз, и все так. И нет, ну просто, я тяжелый, нету ничего, ни мышки, ничего, просто пятно мокрое осталось вообще подо мной. И мне так жалко, вдруг в какой-то момент встал, что и дурак ее вот, вот гонялся за ней, убежала бы, убежала, одной мышкой больше, одной мышкой меньше. Но я вот как-то пережил вот это вот отсутствие, да, вот это вот. Раз, и не стало мышки, стало вот мокрое пятно. И я это пережил вот всем своим каким-то существом, но какое-то время я же прям заболел, ну как бы вот так, внутри себя. То есть он, конечно, забыл и все. И я вот думаю, что жертвы, которые Бог, да, предопределил на время до того, как сын придет и примет эту жертву, они должны были что-то людям вот это напоминать. То есть Авель, он принес вот от первородных, он принес эту овцу, он сам перерезал ей горло, потому что не было людей больше других, кроме как папа, мама и Кайна, да, вот. Он чувствовал, как эта жизнь покидает животное, да, вот. Он где-то вот переживал. Его существо было наполнено вот этими чувствами. Понимаете? И вот я считаю, что жертвы, они как раз для этого были Богом и даны людям, да, напоминать людям о том, насколько грех он грешен, на то, что требуется забрать жизнь у кого-то другого для того, чтобы это покрыть. Твои грехи. И вот они чувства, понимаете? Вот для меня это необходимый ингредиент того, что принимается Богом в жертве Авеля. Почему Авель был принят? Что были определенные чувства, скорби. Да, Бог говорит 50-й Псалом. Сердце сокрушенного я не отвергну. Да? То есть вот вот что принимается Богом. Дух вот этот сокрушенный, сердце сломленное, да, оно принимается Богом. И мы вот когда, да, по идее, когда человек приносил жертву, он должен был это переживать. А что сделала религия? Она так все перевернула, и все, что теперь нужно вот тогда, в то время, чтобы прийти к Богу, это нужно было иметь деньги. Нужно было что-то принести, нужно было чем-то пожертвовать. Все эквивалент. Жертву деньги поменял, потому что у меня деньги не местные, а потом на местные деньги купил жертву. Да? И они сделали из этого уже такое средство дохода, уже сделали то, что людей отталкивает от Бога. Да? И это то, что часто, как бы мы, когда мы перестаем жить Иисусом Христом и Его жертвой, да, начинаем жить только какими-то религиозными там моментами, дополнительными целями, какими-то устройствами, каких-то вещей, мы перестаем вот это чувствовать. Да? Мы уже как-то вот черствеем, для нас это становится чем-то обыкновенным. Ну как же, жертва нужна? Нужна. Деньги есть, все хорошо, совесть чиста. Вот, ну, понимаете, да, как стало это работать. Поэтому Иисус пришел и разогнал это все. Он говорит, дом, отца моего дома молитвы наречется. Вот. Первая Петра, вторая глава, четвертый, пятый стихи. Мне всегда эти стихи немножко коробили, что ли. Как будто там неправильно стояло окончание. Потому что мое как будто религиозное больше понимание, оно всегда как бы побуждает меня приносить Богу жертвы, да, и Иисусу Христу жертвы тоже. Потому что Он Бог жертв. А здесь написано, приступай к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранным, драгоценному. И сами, как камни живые, устроите из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Кем? Чем? То есть, как бы, Иисус Христос является неким даже, ну, неправильно так сказать, инструментом, да, но неким вот, да, чем-то, да, чем мы приносим жертвы. Способом, да, вот так вот назовем. В оригинальном там переводе там написано через Иисуса Христа жертвы, да. И опять же, как это? Что это? Как приносить жертвы через Иисуса Христа? Или Иисусом Христом? Размышляйте. Я вам не дам сейчас какого-то конкретного ответа на этот вопрос, но все в нем. И Библия причастия называет чем? Что важно от причастия? Кто делает недостойно, когда, ну, что является недостойным в принятии причастия? Отсутствие размышления, неразмышления над ним, да? Вот, ну, и вот все в нем на самом деле. И я просто и понял это, что на что смотрит Бог, что принимается Богом сейчас, как Авет был принят. Богом принимается твое сердце, в котором есть отношение к Его Сыну. Насколько ценен вот этот поступок Иисуса Христа, насколько Он вызывает в тебе вот эти чувства, которые были у Бога и у самого Иисуса Христа, когда Он шел на это. Есть ли эти чувства в тебе? Есть ли эти чувства на самом деле, вот, и я знаю, что они, ну, не всегда есть. Иногда мы как-то вот это делаем обыденно и нам трудно, вообще чувство трудно иногда настоящее из себя достать. Правильно или нет? Вот такие вот, ну, сожаления, сокрушения там и так далее. Но принимается это. Есть ли вот настоящее сокрушение или нет? Есть ли настоящее вот это вот переживание о нем? И вот, если мы как бы грешим постоянно, да? То вот это вот часто и уходит. Но с другой стороны, именно то, что мы грешим и делает нас нуждающимися в том, что сделано за нас Иисус Христов. И именно вот, знаешь, именно это должно принести отвращение ко греху в твоей жизни. Именно вот эти вот два момента. Потому что твоя тяга ко греху – это тоже чувство. Да? И вот, да, почему я ребят вызвал, да, вот я так даже подумал, они, ну, может быть, пережили какие-то чувства небольшого там, какого-то стыда или и, да, вот. Я бы хотел, чтобы они хотя бы чуть-чуть это пережили. Но самое главное, что Бог нам хочет сказать, что Он заплатил за это. Понимаете? Он заплатил за это вот в своей жизни. Он сильным воплем во времена плоти, Он принес вот эти мольбы Богу, могущему его спасти. И вот навык послушанию, да, через страдания, да, Он стал послушным и сделался виновником спасения. Понимаете? Вот она жертва принесена, да, и вот что должна она сделать, да. То есть, как мы, как я сегодня уже говорил, что то, что ты уверовал в Иисуса, еще не освободило тебя от греха. Как там было сказано? Сказал Иисус к верующим в Него иудеям. Оно еще не освободило тебя от греха. Освободит тебя от греха вот эти отношения с Ним. Когда ты, делая грех, будешь, ну, как бы, вот понимать, сколько стоило ему вот это прощение тебя. И будешь ли ты делать вновь грех для того, чтобы, вот, ну, как-то, и, ну, понимаете, что Бог хочет, чтобы мы противостали вот этому сами, да, на уровне чувств. Чтобы вот именно вот это, то, что сделал Иисус за тебя, сколько Ему это стоило, как чувство стало сильнее, чем то чувство, которое влечет тебя ко греху. Понимаете или нет? вот чтобы вот, потому что отказ от этих всех моментов, это тоже, как бы, происходит на уровне чувств, как я чувствую. Вот меня или держит, или не держит. И если в моей жизни есть какое-то переживание, которое сильнее, что вот, ну, из-за того, знаете, что он мне опять это прощает, да, вновь и вновь, ну, это неправильно с моей стороны пользоваться таким дорогим, такой дорогой ценою, как бы вот постоянно, не прилагая к этому всех усилий для того, чтобы этого не делать. И вот, ну, когда мы вот это поймем, когда мы вот действительно поставим вот это настоящее переживание о том, что сделал Иисус, да, как Ему стоило это, да, и вот сравним это с тем, что мы там не можем оставить, не хотим оставить. Вот это вот должно нас изменить. Вот это вот отношение должно нас изменить. И вот это будет принято Богом, и Божья сила, она как бы будет в твою жизнь через это притекать. Я более-менее понятно, что объяснил это или нет. Может быть, что-то забудется. Ну, вот я когда об этом размышлял, я очень четко это понял, на что смотрит Бог. Бог смотрит на твое сердце, насколько ценен Иисус и то, что Он сделал в твоем сердце. Насколько Он для тебя ценен. Не просто ли для тебя это слова, или не просто ли ты говоришь Иисус Господь и так далее, а сам потом делаешь и продолжаешь делать. Потому что если ты на самом деле начнешь противостоять, у тебя получится. У человека вообще вот все получается, что он очень сильно захочет делать. И Бог хочет, чтобы мы просто очень сильно этого захотели. И очень сильно возненавидели то, что вот ради чего Иисус так страдал. Понимаете? Даже если вот нам это кажется чем-то приятным. Потому что это для Него было очень ценно и очень больно. И Он на это пошел. Евреям 10 глава. 10 стиха. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел отесной Бога. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Вот это вот приведение нашей жизни в порядок всего того, что происходит потом. Там и говорится, что грех и смерть, вот они основные враги, не люди-враги, будут принесены, положены в подножье ног Его. Понимаете? То есть вот, ну, если ты действительно веришь в Иисуса Христа и понимаешь, что Он силен, то у тебя получится. У тебя получится противостать вот этой мыслью, да, что сделал Бог в Иисусе Христе, простив тебя. То есть ты в принципе, да, что же мне теперь? Грешить? В Библии говорит, нет. Если я продолжаю грешить, значит, я ни во что ставлю то, что сделал Иисус для меня. Но я могу сколько угодно раз опять к Нему приходить. И поэтому вот Он, самое главное, что Он хочет, чтобы до нас вот это вот дошло однажды. И мы вот обрели вот эту вот силу и обрели вот эти правильные чувства для того, чтобы быть принятым Богом. Поэтому, ожидая, затем доколе враги Его будут положены в подножье ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаем. Подумайте об этом. Одним приношением сделал навсегда освящаем. Вот которые этим пользуются, которые продолжают приходить к продолжать, да, принимать Его. Кровь, плоть, размышлять о Нем, да. Я хочу верить и верю, что Бог сделает. Да, что... Потому что этого одного приношения Его достаточно. В Нем все было. И это необходимо и достаточное для того, чтобы быть принятым Богом. И во Христе Бог благословил нас всяким благословением. Аминь. Поэтому вот жертва Каина, жертва Авеля, она была вот всем вот этим, да. Там было все необходимое. Там была кровь, там были чувства, там... Да, потому что вот... Ну и я еще раз там размышлял о том, что мы иногда думаем, что Богу там что-то приносим, ну, как бы, как какую-то жертву, да. И наше вот это вот... Почему наше приношение к Богу, вот когда оно наше чисто, оно не работает как наше? Потому что, ну, мы всегда... Мы либо возгордимся от того, что мы что-то принесли, хотя бы чуть-чуть. Вы понимаете, хватает хотя бы вот капельки вот этой мысли. Я принес. Вот одной капельки вот этой вот закваски, ее хватает для того, чтобы ты был уже не принят Богом. Тоже пахнет, да. Вот эта вот маленькая капелька от того, что ты что-то принес ты, оно уже начинает пахнуть перед Богом и не принимается. Точно так же, когда ты можешь принести мало чего-то. Это та же гордость со знаком минус. И этой капельки тоже достаточно. Да, вот этой вот через некое уничижение. И оно уже тоже пахнет как перед Богом. Все, что принимается Богом, это вот Его Сын. Приносите через Иисуса Христа. И вот если через Иисуса Христа ты приносишь, в принципе, все, что ты приносишь, как бы отдавая Ему славу и размышляя над тем, что Он сделал, тогда Бог принимает. Аминь.